Министерство здравоохранения Нижегородской области намерено заняться развитием санитарной авиации. Она существовала в советские годы, когда на кукурузниках больного, требующего экстренного лечения, доставляли в областной центр. С развалом страны советов пропала и авиация, но тяжелые больные остались. Доставлять их в больницы будут при помощи вертолета, который Минздрав намерен взять в аренду. Сейчас мы собрали ряд предложений, мы их рассматриваем. Естественно, мы не будем заниматься закупкой вертолетов и их эксплуатацией, это не наше дело. Мы будем по конкурсу отбирать организацию, которая предоставит вертолетную технику с почасовой оплатой. Проблема заключается в том, что гражданские винтокрылые машины не летают по ночам и в плохую погоду. Но даже если вертолеты привезет тяжелого больного, сесть ему попросту негде. Больницы города, не оборудованы вертолетными площадками и драгоценное время, в медицине оно называется «Золотой час», может быть безвозвратно упущено. Что это такое время, на себе хорошо знает Александр Иванович, в прединсультном состоянии, ожидавший скорую помощь. Я вызвал, мы ждали более часа скорую помощь, представляешь, жена там звонит, она, человек умирает, так и с покором Гаузова. Выехал, ладно. Слава Богу, я попал в пятую клиническую больницу. Пациент не лукавит. Пятая городская клиническая больница – одна из лучших в городе, которая специализируется на работе по сердечно-сосудистым заболеваниям. В 2011 году, благодаря федеральной целевой программе по борьбе с этими видами заболеваний, больница получила новейшее оборудование. Сейчас по всей оружии встречает тяжелых больных. Мы в нашем центре сосудистым лечим инфаркты и острые нарушения мозгового кровообращения. Что касается оборудования, оборудование у нас достаточно новое. Оно было установлено в связи с программой сосудистой и было новое в 2011 году. Правительство Нижегородской области на заседании во вторник приняло областную программу оказания населению бесплатной медицинской помощи. Инфаркты и инсульты являются основными причинами смертности населения. За последние годы печальную статистику удалось переломить. В 2013 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 2%, но по-прежнему остается основной причиной гибели нижегородцев. Рождаемость, напротив, выросла на 0,1%. Тем не менее, Нижегородская область продолжает оставаться в числе регионов-лидеров по уровню детской смертности. В прошлом году был введен в эксплуатацию после ремонта четвертый роддом, но в этом году на реконструкцию частично будет закрыт самый большой в городе – седьмой. Основную нагрузку после этого на себя возьмут другие родильные дома города.